Отправились в Крамадонское ущелье с мальчиками. Я, в принципе, ничего не знала об этом ущелье, кроме того, что там погибла съемочная группа Сергея Бодрова. И немного уже проехав, то есть нам встретился заброшенный туннель где-то высоко над уровнем дороги. Тёма его заметил и решил, что нужно туда идти. Где-то там, короче, он увидел туннель. Сейчас мы попремся туда. Блин, здесь даже дороги нет. Ищем туннель. Всё? Ох, горы какие красивые. Офигеть, конечно. Вот. Это туннель какой-то. Что там? Я такая не знаю. Ну, вы видите, такое фундаментальное сооружение. Я не знаю, на самом деле, какой был способ введения прокладки туннеля, но видно то, что это прям грандиозное строительство было. И оно почему-то проломлено всё. То есть проломлено, завалено. Что это было? Я... Ну, на тот момент я не знала. И, честно, как бы вот я даже не понимала, что могло произойти. Мы поехали дальше. И вот такие вот заброшенные туннели нам стали встречаться всё чаще и чаще. Практически на каждом повороте дороги был туннель заброшенный. Дорога как поводила? Через туннель или? Не, наверное, не. Вот ещё один туннель в итоге. В итоге их ни один не задействовал почему-то. Всё обвалено. То есть, понимаете, я была совершенно уверена, что это грандиозный проект ещё с советских времён, который благополучно разрушился, и остались вот такие колоссальные руины. И вот за одним из поворотов мы видим памятную доску. И тут меня, если честно, накрыло вообще полностью. Я поняла, что произошло. Ещё постречали женщину-осетинку, которая, в принципе, немного рассказала об этой катастрофе. В общем, ребят, оказывается, оказывается, вот эти раньше туннели, вот которые я снимала по дороге, в которые мы полезли последние, вот это всё прошёл селевый поток. И почему здесь искали Бодрова? То, что думали, что он здесь спрятался, но здесь всё было водой. Все вот эти, вот эти все туннели... То есть, это раньше была действующая дорога. Здесь всё как раз-таки было заполнено камнями и льдом. И вообще, вот это всё ущелье на 50 метров высотой. Это оно таяло столько времени. То есть, вот это всё было заполнено льдом, камнями и почвой. Вот это совершенно новая дорога получается. То есть, раньше всё проходило через туннели. Здесь всё-всё-всё было заполнено вот этим потоком. Те туннели – это, получается, бывшая дорога. Вообще жуть, конечно. Ну, такие ощущения, честно сказать. Я не знаю. Прямо мне по себе немного становится. Что? Можно посмотреть? Вы зайти туда хотите? Ну, давайте зайдём, ладно. Ну, давайте, давайте зайдём. Ну, мне немного не по себе. Просто я не представляю. Вот вы представляете то, что на 50 метров всё было во льду? Это вот растаяло сейчас. Это всё? Да. Да. Да там не поймёшь. Вот всё заполнено было. Боже мой. Там всё вырвало. Там всё заполнено было. Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, сам каньон, он, наверное, длиной километров 20. И всё это было завалено льдом, камнями, грязью, водой. И высотой – это минимум метров 50. Это вот здесь, да? А выше он был на 120 метров, ледник обвалился, высотой всё завалил. Вот, значит, оттуда, да? Вот оттуда, где горная вершина, сошёл ледник. И вот он... Представляете, да, какой толщиной был? Вот где вот эти деревья? Видите границы деревьев? Вот этого ничего... Всё было покрыто. Вот они маленькие деревья, сейчас они только отросли. То есть, вот это всё было покрыто ледником. Вот от этой горы до этих? Да, всё было покрыто ледником. То есть, вот такой ледник сошёл, сошёл, сошёл. И он дошёл до туннелей. А до туннелей всё, уже он остановился. И от туннелей пошёл селевый поток уже. Вот эти туннели, вот этим огромным селевым потоком их все разрушило. И что дальше? И он остановился там возле одного священного места. Вот там прямо остановился, буквально недалеко от нашего поворота, как мы сюда заворачивали. То есть, это всё, он скопали? Он растаял, на самом деле. Ну, здесь исчищали, и он растаял. Он растаял в итоге. Я показываю здесь стрелкой, примерно, с какого места мы снимали с ребятами. То есть, вот это чёрное жило, это и есть ледник сошедший. Внизу был посёлок Нижний Кармадон, от которого ничего не осталось. Он погребён полностью под ледником. А верхний Кармадон сейчас просто Кармадон. Это произошло 20 сентября 2002 года. В 8 часов 8 минут вечера отвалился ледник Колка. И ледово-грязекаменный поток стремительно продвинулся почти на 20 километров по долине реки. Со скоростью 150-200 километров в час, разрушая всё на своём пути, сметая всё. Меня, конечно, вело в шок от масштаба этой катастрофы. Конечно, мы все знаем об этом, мы слышали об этой гибели, показывали по телевидению, и много было всего рассказано, показано. Но, знаете, когда это видишь вживую все эти расстояния, все эти разрушения, и понимаешь, что здесь было на самом деле, вот правда становится очень-очень не по себе. Я потом прочитала одну историю, то, что когда прилетел отец Сергея Бодрова, он не верил в то, что нельзя никого спасти. И когда он увидел в итоге вот это всё, он простоял молча, не сказав ни слова. Он понял то, что спастись не получилось ни у кого. И он уехал в гостиницу у Владикавказа, просидел там целые сутки. И увидев это, конечно, я понимаю то, что здесь, ну, никакой надежды не было. Просто никакой. На выезде из ущелья, на месте, где остановился поток, стоит памятник парень, застывший во льду. Конечно, очень крутой. Он очень чётко показывает те ощущения, которые ты испытываешь, увидев реальную картину всей этой катастрофы.